привет дорогие друзья и подписчики так зовут роб снова с вами и как вы видите мы находимся сегодня в музее городского электротранспорта города одессы трамваи и троллейбусы много чего интересного конечно вы уже части космонта видите многие из вас может даже здесь бывали знают смотрели но сегодня будет непростое посещение музея сегодня будет очень интересно x экскурсии по городу и теперь когда мы знаем что будет непосредственно на этой экскурсии этот сюрприз то конечно мы его вам покажем полностью все расскажем покажем надеемся что будет конечно все слышно было очень много детей детки конечно голосливые но это вы знаете детский смех особенно в нынешнее время это очень хорошо и очень положительно вы знаете мы наблюдали картину как люди реагировали на этот трамвай когда мы проезжали с патриотическими украинскими песнями по всему городу начиная отсюда от депо от алексеевской площади заканчивая аркадии это было очень интересно и хорошо и так оставайтесь с нами с вас подпиской лайк но мы конечно показываем сегодняшнее видео подробно все так как оно было так как его ощущали мы изнутри погнали через всех витаю в нашем музее меня звати максим сегодня я буду той людина к присвятилась до истории пассажирского транспорта в нашем месте але в мене есть несколько правил как вы видите мы находимся не только в музее а на территории справедливого депо каждый момент тут может поездить как службовая автовка якийсь трамвай тому будь ласка по територий мы не пересуваемся пересуваемся только в музее сейчас мы прослушиваем с вами небольшую глядовую экскурсию а после экскурсии будет на данный час пофотографироваться походить по транспорту роздивиться а зробить новые тиктоки светлые инстаграм и просто пойти с гарным настроем договорились будь ласка рушаем за мной у нас как вы видите есть витрины с историческими документами но как вы видите сегодня очень много поэтому я вас ознайомлю нашу экскурсию с основными и скануванными материалами и начнем мы экскурсию с вопроса наших маленьких гостей как вы гадаете как вы глядали на первый трамвай не соромтесь и отвечайте пожалуйста саме так молодец саме с кинных трамвая в 1880 году благодаря бельгийскому товариству кинных залезниць начался рух в нашем городе сейчас я вам покажу как выглядели одесские кинные трамваи они мали два типы они были одноповерховыми и как в лондоне уявить соби в нашем городе даже двоповерховые трамваи вот так они выглядят но все знают что такое одесская летняя спека а пасажиры выходила на другий открытый повод тропировался перенавантажение вагоны перегортались и на этом история двоповерхового транспорта в нашем городе завершился но очень интересно что она такая была вот например у меня святылина уже кинного трамвая в работе это улица чорноморского казахства пересипский район где сейчас проходить магистральный маршрут певноч-певдик который имеет 7 номер наступными після кинных трамваях в нашем городе в 1882 году и в 1883 году появилось пару витровых одесситов прозвали ванька головатый я гадаю почему но бачите в него такая потужная труба яка нагадывала капелью ну и вообще такой бачите хлопец серьезный то был ванька головатый это до речи если кто-то из одесситов все знают что есть старая одесская песня 740 про айтсин паровод все власне про него и спевали все плутают с звичайной залезнице а это по суті была миска залезница сейчас я вам покажу как они працювали это 14 станция фонтанской дороги и потяг парового трамвая влитку было взимку было вагонов 7 а влитку было уявить соби аж целых 12 потому что одесса это завтра было курортное место и обид соби это был таки справедливый примеський потяг на тот час а в 1902 году биле наших потемковских сходов билеородзинки в нашем местах появился первый фуникулер до речи одесский фуникулер на тот час на первой российской империи саме нашим захопился наша столица Киев и побудовала другой в себе свой но мало кто знает что в одессе начало было целых два фуникулера один из них на 16 станции фонтанской дороги но на жаль на сегодняшний день он не сохранялся в нашем месте и уже перейдемо до более современной истории истории электричного трамвая очень интересно что первый маршрут появился не совсем в Одессе а в немецком селище Люздорфе сейчас это часть нашего города называется Черноморье но это было отдельное поселение где местные жители за властные деньги открыли одноклассную линию с двумя разъездами где работали четыре таких вагона немецкого бренда ман из этого начинается в принципе строение электротранспорта в нашем окраине а в Одессе они появились немного позже 24 вересня неделю тому вы начали нашу речницу 113 1910 года открыли перший электричный маршрут в самом месте Одесса открыли я его как-то скажу по-одесски чисто по-нашему то еще вы видите готували до открытия вагон под номером 1 но при выездке с депо вагони взломалися перетисувалися и как вы видите на светлении вагон под номером 3 а вагон под номером 1 со своими прикрасами залишился именно в конце колонии вот такая интересная история перший маршрут проходил от Александровского парка и нынешний парк имени Шевченко до грецькой площади где сейчас торговый центр Афина а дай большинство акций и локаций на сегодняшний день в нашем месте знаю ось такая интересная история немного отчасти от светлых у нас есть живые атрибуты того времени например небольшая коллекция рейков на старой из них выявить соби вон аж 1882 года это бельгийская рейка по которой ходили еще киньи трамваи есть рейка 1895 года до речи есть даже бельгийская маркировка на ней после экскурсии можете посмотреть по такой рейке уже ходили как паровые так и киньи трамваи и уже более современная рейка электричная трамваи как видите даже рейки такие элементы инфраструктуры с часом третички конструктивно изменился также у нас есть электричное обладание из электричных подстанций я гадаю что такие подстанции на сегодняшний день каждый из вас знает из теплых аутов единственное что может добавить что электричный транспорт как працювать так и працюет над пружиной 600 вольт постоянного топота это так было завтра в нашем месте збереглись некоторые старые подстанции одна из них это Аркадийская на девятой станции фонтанской дороги она же 1909 года а это обладание с ней а вот такая такая цикавая история кто мне еще скажет кроме трамваи какие у нас есть электричный транспорт электричный транспорт электричный молодший гость ответил что это именно троллейбус и именно про него мы сейчас с вами поговорим очень интересная история что первый маршрут троллейбуса в Одессе мав появился в 1941 году до города прибыли 10 таких троллейбусов модели я тебе 4 а им протягнули первый маршрут из залезничного вокзала до площадь льва толстого но произошла такая негода до нашего города вступила другая святая война все эти троллейбусы выкрали разом с 7-ми нестрами трамваями и 20-ми километрами колей до Румунии и уявить соби все эти роки окупации все эти троллейбусы працювали в румунском месте Константа но после вызвания нашего города после вызвания Румунии их вернули до нашего города и те самые троллейбусы Ходли повинны открыть рух в 1941 году и открыли его тем самым маршрутом в 1945 году но тут также есть такая одесская нотка этой истории что собрали у нас 10 троллейбусов а повернули мы сюда 11 ну чисто так по нашему по Одессе мы нашли такой же троллейбус нашего города Чернівцы на жаль на тот момент полностью уничтожили систему но что ему таким поодиноким будет и мы его прилетили до нашей солнечной Одессы сейчас я вам показываю например он уже в 1945 году на Дерибасевске Розе Катеринске до речи так ты сказал что родзинка этого маршрута была что все троллейбусы курсовали нашу центральную улицу Дерибасевская улица не была вулицей с кавьярной Магдональдсом из Киевсии а была звичайно вулицей нашего города где был рух транспорта сейчас предлагаю вам отчасти от святых и познакомиться с нашим транспортом автокран вантаживка на базе КРАЗу до речи наше это украинское виробництво сам КРАЗ очень старой модели сейчас в предприятиях его майже не встретишь но очень интересная в нем стрела крана я когда все знают будьевельные краны в которых стрела раскладывается и поднимает какие-то вантаж бачите в него стрела не раскладывался она маленькая но достаточно мощная это может подниматься до 16 тонн этого хватит чтобы подниматься например вагон который попал в негоду и пошел с рейхом и это была основная его задача но на сегодняшний день руки уже взяли свои он употребляет в нашем музее у нас работает звичайная будьевельная как выяснилось все эти особенности не были необходимы но очень интересный экземпляр сохранился в нашем музее кто мне скажет зачем этот трамвай снег чистый ну снова таки самый молодший наш гость он говорит что это правильный перед вами от снега марка его ГС-4 от себя таких вагонов выпустила аж 180 одиниц и самое интересное что я могу сказать что где-то 140 из них на сегодняшний день существует потому что они настолько мощно себе рекомендували что в принципе другие модели например в нашем городе бороться в зиму с курделицею готовы 8 таких снегоприбрачей 10 номер самый старый среди них 62-го года до речи также если Одесса очень сильно за курделить это не про наш клімат на счастье это бывает он может покинуть наш музей но я этого сильно не хочу потому что мне кажется таки яскравый он до нашего музея не вернется поэтому он не стоит в конце колони чтобы ему было проблематично мы с вами уже познакомиться с зимовой версией трамвая а сейчас мы познакомимся с летней версией перед вами поливально миючий трамвай я гадаю что много из вас бачили что в лету выезжают такие бантагивки с бочками поливаются так таким троллейбусом мтб-82 у нас появилась трамвайная версия мтб-82 вот такая цикавая история перед вами старший транспорт нашего предприятия музея троллейбусом мы уже познакомиться с поливально мельчин трамвая а перед вами уявить собі єдиний всесвяті поливально мельчин троллейбус був побудований на київському заводі електротранспорту його модель називається КТГ-6 в 80-х роках випустило цілу гілку службових троллейбусів які були усіми плодами фантазії вони були поливально мельчини троллейбусами холодильниками троллейбусами які фури як контейнери возили троллейбуси які працювали в карьерах і від нашого міста була така модификація троллейбус буфет тобто справжня їдальня я стояв в Аркадії і раніше коли вийшли в Аркадію купатися на море та дивитися краєвидами ми могли зайти в троллейбус поїсти борщику та піти далі собі гуляти Дуже цікаво що це перший в Україні гібрид можна так сказати тому що у нього одночасно є звичайний дизельний двигун та електродвигун як в троллейбусах тобто він універсальний може їздити усюди і до речі він нещодавно повернувся до нашого музею тому що з 24 лютого з початку російської агресії на території нашої держави він виїхав з нашого музею та працював як технічна допомога тому що в нашому місті була криза палива ну як в нашій країні взагалі і ось десь місяць тому він тільки повернувся до нашого музею це така цікава історія тобто в нас виявлять собі транспорт не тільки музей на інший може працювати дуже цікава машина перед вами з цієї сторони мій улюблений експонат здавалось би воєнна вантажівка що воно забуло серед трамвань та тролейбусів трішечки не в тему а в нього дуже цікава історія перед вами ГАЗ-63 65-го року виробництва коли це і справді була воєнна вантажівка але потім в радянській армії робили заміну автопарку його передали до нашого тролейбусного депо і увіть собі взагалі завдяки цьому зеленому малюку працювали тролейбуси в нашому місті тому що він підвозив компресори колеса різні спецчастини як по депо так і по кінцевим станціям до речі це такий самий живий наш експонат тому що все що ви бачили до цього ми відновлювали або повністю або з дуже такого поганого стану а цей малюк працював він був повністю на ходу дуже себе добре почував 2019 році приїхав своїм ходом до нашого музею ми його тільки пофарбували і зараз це така головна кінозірка особливо на воєнну тематику тобто він також може виїжджати будь ласка рушаємо з вами далі ми одночасно познайомимося з двома транспортами це вже пасажирські вагони нашого музею легендарний трамвай який знімався во многих фільмах в тому числі і чорне окошко і багато інших трамвайки не толкай і наша Вікторія в ньому просить вас ставити лайки перед вами перший СКТМ1 це найперша модель трамвай яку почали виробляти після Другої світової війни перші зразки з'явилися в 47-му році наш вагон 51-го року виробництва їх колись дуже було багато але уявив собі їх залишилося всього два в усьому цесвіці наш єдиний ходовий в нашій країні має таку ще модифікацію він початково одностороння модель трамваї а наш має дві кабіни і навіть одесити дали таке прізвись отаким трамваям як ми штовхай та ні толкай нашою одеською мовою і до речі всі перші вагони які я вам показував на світлинах вони також мали дві кабіни тому що раніше не було розгоротних кілець вони ось так виглядали і ще один вагон це родзинка нашого музею сила нашого музею відкритий бельгійський Нівель але базового є від МТВ 82 з яким вже з вами знайомим це літній вагон колись їх було дуже багато вони працювали тільки влітку по приморським маршрутам але так трапилося що він залишився один а тепер він екскурсійний і тепер будь ласка увага від нашого підприємства сьогодні усім подарунок завтра ми святкуємо День захисників та захисниць нашої країни ми всі знаємо що завдяки нашим героям ми всі з вами можемо знаходитися тут жити мирним життям дивитися та слухати нашу екскурсію і сьогодні на вас чекає подорож на нашому екскурсійному вагоні так як ви слухали екскурсію повністю до кінця ви можете першими піти зайняти місця а всі інші хто не слухали будуть стояти Дякую вам Руки, ноги, інші частини тіла ми далі віхом не висуваємо домовилося далі поручити хто не висувався дотримуватися техніки безпеки завдяки буду вже розшатку поки уважаються інші подорожі по мини-подорожі буду з вами розмовляти ось так ось так ось так В этом сказочном месте И только в Одессе так красиво и чудесно Здорово Только Одесса милая и прелестна Только Одесса города Как принцесса И сонурован Только в Одессе вновь и вновь Ответят любовью на любовь На дружбу дружбою Только Одесса как мама известна И для меня она повсеместно Раданая и нужная Только Долька Дольше Одессе Долику Только Дольше Одессе Дольку Сохранить Только Дольку Туйна Дольке Только Дольку Туйна Долике Разделить Только Дольку Подарите дольки, только-только, подарите дольки миру всему. Только-только лучшую из долек я себе возьму. Только у Одессы, у города невесты, города музы и поэтессы славный такой наряд. Только над Одессой, где-то в поднебесе, ночью червучие чудесные, так и ярко звезды горят. Только в Одессе снова и снова из моря поднимается сказочный новый волшебный такой рассвет. Только Одесса любимый город самый и как заботливая мама всем детям своим шлет привет. Только-только души Одессы, только-только, только-только души Одессы, только-только сохранить. Только-только, только-только-только на долек разделить. Только-только подарите дольки, только-только подарите дольки миру всему. Только, только лучшую из долек Я себе возьму Лишь с Одессой мамы Любимые и желанные Самые душевные и долгожданные В мире такой аданой Только с Одессой гордой и честной Юмором добрым миру известной И красотой неземной Только с Одессой мой город чести Город труда и добрых известий Город герой Только с Одессой моей, если честно Жизнь полноценна, светла и чудесна Одесса, мой рай земной Только, только души Одессы, только Только, только души Одессы, только Сохранить Только, только, только ту на долики Только, только, только ту на долики Разделись Только, только подарите долики Только, только подарите долики Миру всему Только, только лучшую из долек я себе возьму только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-только-т только-только лучшую из доли я себе возьму только в одессе в этом сказочном месте только в одессе так красиво и чудеса здорово только одесса милая прелестна только одесса горда как принцесса но снорова любимой нами посвящается итак дорогие друзья и вот непосредственно мы в аркадии нас привез сюда этот шикарный трамвайчик мы надеемся что вам такая наша скромная экскурсия понравилась конечно она еще не закончился будет двигаться обратно и конечно все показываем для вас так за троп работает для вас вас подписка и лайк конечно не забывайте об этом мы погнали вперед и покаталась на ретро-травае которому более 100 лет а ну и расскажи свои впечатления очень интересно многое чего узнала за сегодня и вот это поездка внеплановая потому что никто не знал очень классно получилось советую всем приехать так дорогие друзья мы двигаемся дальше наша точка не конечно и вот он тот самый герой который управляет этим трамваем скажите раз вам доверили такой аппарат наверно вы один из самых опытных водителей но не будем сейчас кого-то превозносить вот интересно просто вопрос чем легче управлять данным аппаратом которому около 100 лет или все-таки новыми допустим одиссея не то лет ему не только будет 70 ну пускай будет 70 но все-таки ара система управления ведь разная да чем легче не лично как бы без разницы что этим что тем чем интереснее управлять этим этим интересным спасибо вам огромное за ваш труд и за то что вы дарите радость людям спасибо огромное чайка по берегу степом идет песочек звук приглушает бриз морской нам джаз поет море ему подпевает каштами с акации хором шумят слух одесситов ласкает волны за волнами подряд рок-н-ролл играет а в одессе степ и джаз утра и до утра у нас степ джаз степ джаз это высший класс а в одессе степ и джаз как девятку гол степ джаз степ джаз рок и рок-н-ролл степом пацан по булыжнику бьет танцует домой идет чирикает джаз воробей поет джазом взмывая в полет трамвай аккордами программ хам для тех кто понимает ветер хором листвы зашуршал рок-н-ролл играет а в одессе степ и джаз утра и до утра у нас степ джаз степ джаз это высший класс а в одессе степ джаз как девятку гол степ джаз степ джаз рок и рок-н-ролл степ джаз степ джаз это высший класс а в одессе простой одесский разговор джаз напоминает и одесский нас язык слух любой ласкает словно супер высший класс рок-н-ролл играет а в одессе степ джаз утра и до утра у нас степ джаз степ джаз это высший класс а в одессе степ джаз как девятку гол степ джаз степ джаз рок и рок-н-ролл а в одессе степ джаз степ джаз степ джаз это высший класс а в одессе степ джаз как девятку гол степ джаз степ джаз рок и рок-н-ролл чайка по берегу степ идёт песочек звук приглушает приз морской нам джаз поет море ему подпевает каштаны с акации хором шумят слух одесситов ласкают волны за волнами подряд рок-н-ролл играет итак дорогие друзья спасибо что вы оставались с нами зоотроп показал вам все как есть мы прогулялись вместе с вами по сегодняшней экскурсии самое главное огромное спасибо работникам гор электротранса и непосредственно нашему водителю экскурсоводу всем кто принимает участие вы знаете мы не всех видим это уборщица это мастера это слесаря это все огромная команда которая каждый день выходит на работу в три часа ночи и ложится и уходит с работы после 12 часов 24 для того чтобы осуществить для нас и работу городского транспорта и всевозможные моменты которые касаются городского транспорта и самое главное вот эту экскурсию этот музей огромное спасибо всем кто принимает в этом участие друзья зоотроп работает для вас мы погнали снимать новые интересные локации новые интересные места и конечно хотим от вас услышать чтобы вам еще хотелось увидеть в одессе в украине пишите пишите подробно если у нас будут какие-то вопросы мы будем с вами связываться каждый кто готов принять участие в наших съемках мы тоже с радостью с вами свяжемся и совместно снимем ролики как виде совместного контента на два канала на 3 канала может быть так же самое и в виде интервью если вы нам готовы что-то интересное рассказать поведать и провести какую-то интересную экскурсию и так зоотроп погнал вперед